КОНЕЦ 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 Едет упрямо, достигает своей цели, а именно точки, к которой вы стремитесь. Ну и главное, чтобы вы заняли правильную позицию на данной машине. Ровные площадки для вас противопоказаны, а вот такой вот участок карты очень даже вам подходит. Становитесь вот так вот к своим врагам, подъезжаете немножечко вперед. Угла минус 7, как вы видите, хватает с запасом для того, чтобы выцеливать нижние бронелисты. Ну и, соответственно, ловить своих соперников на перекатке и ожидаете спокойно приезда своих соперников. Нет соперников, продолжаем триумфальное шествие. И так до тех пор, пока кого-то не встретим на своем пути. Ну что, поехали тогда дальше. Раз здесь уже успели проехать и никого не подсветили, тогда поедем помогать нашим союзникам. Стоит отметить, что на передовую на данной машине зарываться не стоит. Ну, по крайней мере, самостоятельно уж точно. Потому что время перезарядки в 13 секунд не очень приятно. Ну а в отношении брони, как я говорил, броня есть, но не везде. И, соответственно, за эти 13 секунд вас не кисло поразбирают. Урона больше, чем достаточно для того, чтобы делать неприятно своим соперникам. Это факт. Ну а на время перезарядки нужны союзники, которые вас поддержат и немножечко вас прикроют. В отношении того, как оценивать данный танк, мне очень сложно давать оценку машине, которую разработчики раздают бесплатно. Это вполне нормально, потому что сложно дать цену тому, что цены не имеет. Но, в целом, я считаю, что для вот такого вот бесплатного танка все действительно очень нормально, очень круто. Особенно для тех ребят, у которых нет большого количества машин в ангаре и хочется на чем-то поиграть на восьмом уровне. Для этих целей машины больше, чем достаточно. И, в целом, если говорить о цене в золоте, если бы его выставляли на продажу, я бы оценил данную машину вполне спокойно в 6,5 тысяч голды. И его действительно за эти деньги можно было бы брать. Ну а здесь раздают абсолютно бесплатно. И при этом всем, ребят, вы еще и реально имеете возможность его получить, не особо потея. Потому что, в целом, делать 6 или 7 боевых задач в течение 13 дней каждый день, это не суть. Большая задача и не настолько сложная, чтобы была неисполнимой. А машина в ангаре не повешает. Стоит также отметить, что разработчики не пожмотились, и за это им большое спасибо, и сделали машину не премиумной, а именно коллекционной. Что позволит, в случае необходимости, если вдруг вам этот танк, ну, прям совсем не зайдет, а голда нужна, продать его за 3750. Что тоже, согласитесь, довольно неплохо пополнит золотую копилочку. По времени сведения он действительно безбожен. Отыгрывать на дальних расстояниях действительно сложно. И сейчас, выпечусь вперед, даже если буду отхватывать, покажу. Он сводится уныло. Здесь вопросов нет. Ловил себя также иногда на моментах в игре, когда я выезжал, становился напротив соперника, брал его в прицел, и при этом все, мой наводчик сначала сидел и думал, блин, а что мне делать сейчас надо, а потом такой, еб, точно, надо начинать сводиться. То есть был вот этот вот момент, когда круг сведения просто не шевелился, и только с прошествием каких-то доль секунд начинал все-таки как-то уменьшаться. Короче говоря, как я и рассказывал, стоя в ангаре, основные два минуса по танку это время сведения и время перезарядки. Причем время перезарядки я бы еще как-то перетерпел, а вот время сведения действительно терпится очень сложно. Но в целом привыкнуть можно. И если вы играли на большом количестве советских танков, то там всегда такая история. Унылый угол склоняя орудия вниз, не сильно хорошее сведение, долгое время перезарядки, но неплохой разовый урон. Какие результаты я давал на данной машине, пока танк был у меня на тесте? Максимальный результат, который я выдавал, это было в районе 4,5 тысяч урона, и я сделал 4 фрага. Причем пятый я просто физически не успел добрать. Я дал ему тычку, оставил ему в районе 50 или 60 единиц по хп, и благополучно прилетевший легкий танк добрал мой пятый фраг, хотя по факту я оставил ему недобитка. И это был абсолютно нормальный, типичный бой, в котором никто не спал, все меня видели и никто не пытался сделать вид, что я отсутствую в бою, а мне таким образом давая возможность накидывать по ним урон. Короче говоря, обычная нормальная катка без каких-то привилегий. В целом, машина, я бы не сказал, что сильно интересная, но как халява, очень даже крутая. Стоит ли его забрать? Да, однозначно, по одной простой причине, потому что тут одно из двух. Либо коллекционная восьмерка, на которую вы будете выезжать, если большой коллекции танков у вас нет, либо сможете его продать и получить с него 3750 золотом. В любом случае, любую халяву надо забирать, главное успеть это сделать. Нравится ли мне К2? Да, в чем-то нравится, но не считая его имбой, однозначно. МТУ простят меня разработчики, хотя мне что-то подсказывает, что они и сами об этом знают. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а это был абсолютно честный обзор на К2, который можно забрать абсолютно бесплатно. Приходите на прямые трансляции, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а еще безумно буду благодарен, если лайкните данное видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.